Лично командное первенство по спортивному ориентированию на лыжах прошло на технически сложном полигоне детской туристической базы «Серебряные пруды». Здесь в изобилии глубокие овраги и лиственные леса. Соревнования, ставшие традиционными, собрали команды юных ориентировщиков со всей Рязанской области. Это уже третий старт имени легендарного генерала Ивана Лисова, первого председателя Федерации спортивного ориентирования СССР. Организовали и провели старты специалисты областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. Мне очень приятно видеть, что здесь 136 человек участников, что здесь много районов у нас представлено. Вся, чуть ли не вся география Рязанской области, начиная от Милославского района до Клепиковского района. Очень много команд с Рязани, это очень радует. Ориентирование на сложные пересеченные местности потребовало от участников хорошей технической подготовки. Юным ориентировщикам дважды пришлось преодолевать глубокие овраги. Наиболее массовой возрастной категорией стала категория 14-летних. Победителями в ней стали Савелий Яшин из Клепиковского района, преодолевший сложную 2,5-километровую дистанцию за 21 минуту 34 секунды. Савелий занимается ориентированием пятый год, у него уже третий разряд. В женской возрастной группе до 14-ти лучший результат у Маргариты Альбиковой из команды Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения. В командном зачете первое место и кубок победителей у Рязанской школы номер 9, тренер Евгения Гришнова. На втором команда центра детско-юношеского туризма и краеведения, бронзовые медали и кубок за третье место у команды Клепиковского района. Заслуженные командные кубки вручали победителям и призерам воспитанники генерала-лейтенанта Лисова, выпускники высшей комсомольской школы, своеобразные покровители соревнований. Здесь есть честность в победе. Кто лучше, кто быстрее, кто точнее, качественнее, тот и победил. Это одно из... Спорт это вообще в целом, знаете, проявление такое, того, что ты своим трудом и навыками становишься первым. И когда проводятся подобные соревнования, которые мы, безусловно, очень поддерживаем и уверены, и будем поддерживать дальше, уверены, что они будут расширяться, продолжаться. Но уже сегодня почти 150 участников из разных регионов Рязани и Рязанской области. Это прекрасный результат, что это очень популярный вид спорта. Прежде всего, благодаря организаторам. Благодарности от Комитета обороны Государственной Думы России за вклад в патриотическое воспитание были вручены специалистам областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. Призеры и победители соревнований увезли с собой заслуженные кубки, грамоты и медали. Но главное, что запомнится участникам стартов, азарт спортивной борьбы и гостеприимная атмосфера. Сюжет подготовлен по материалам городского школьного телевидения Марс ТВ.